САМАРА ГИС Мы хотели познакомить вас с нашей командой, с людьми, благодаря которым телеканал живет и развивается, с той важной частью нашего творческого коллектива, которая остается за кадром. И сегодня в нашей студии Сергей Бахарев, наш главный режиссер, и Василий Колдашов, главный оператор телеканала «Самара ГИС». Здравствуйте. Добрый день. Вася, первый вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в профессию и начал работать на телевидении? Ну, это было давно. Пришел я, тут была одна телекомпания, она уже давно не существует, но как бы было в газете объявление, я подумал, когда будет третье объявление, тогда и пойду. Пришел там, была куча народу, все были на дикторов, она говорит, оператор, ну оператор, идите туда наверх. И все, и так и начал работать. Сергей, ты стоял у истоков телеканала «Самара ГИС», и как никто другой знаешь о том, какой большой путь прошла телекомпания за это время. Можешь рассказать об этом поподробнее? Где-то 15 лет назад я и устроился на телеканал «Самара ГИС», и пришел сюда сначала работать режиссером новостей. И какое-то время, где-то год мы выходили, у нас даже студии не было. То есть это был набор сюжетов, которые мы выдавали. Именно событие первое было в эфире телеканала «Самара ГИС», в прямом эфире вышла именно новостная программа. Я помню, как закончился эфир, мы вышли с ведущим, с звукорежиссером. Кстати, звукорежиссер, по-моему, у нас тот же и остался. Он сейчас сидит в павильоне, по-моему, он и был. После этого мы шли только вперед, мы развивались, появилось много новых передач, передач и студийных, и не студийных. Да и сейчас мы не стоим на месте, мы идем вперед. Кто такой телеоператор и чем он занимается? С точки зрения телеоператоров, как раз это главный человек на телевидении, поэтому без картинки-то ничего не будет. Без картинки это будет радио, а с картинки это телевидение. Поэтому все операторы считают, что мы самые главные. Самое опасное для того же телеоператора, это вот не перегореть свое время. Потому что я вот работаю 27 лет уже на телевидении, и понятно, что за это время я снимал одни и те же сюжеты. Ну, не то, что одни и те же, а сюжеты с одним и тем же сюжетом, извиняюсь на тавтологию, похожие, одинаковые. Ну, просто если, допустим, подумать, ой, да ладно, это все ерунда, я уже снимал, сейчас быстренько наберем. Ну, просто нужно каждый раз искать что-то новое там. Не то, что с другой стороны подойти, а именно как-то по-другому. Как понять люди? Ну, в советское время, допустим, было самый сложный сюжет, это как бы три. Это съемки детей, членов правительства и животных. Ну, понятно, членов правительства, они сюда не так часто заезжали. Дети и животные, это те, которые непредсказуемы. С одной стороны, это сложность, то, что это непредсказуемо, а с другой стороны, наоборот, интересно. Интересно. Допустим, там, снимали каких-нибудь сусликов, да, там, в поле. Во-первых, пока дождешься, когда он там выдранит, он же не понимает, что ты его снимаешь. Какой-то мужик с какой-то бандурой там ходит и что-то пытается от меня добиться. Поэтому мы снимали каких-то сурков даже. И я, грубо говоря, полтора часа сидел, просто ждал, чтобы он высунул свой нос. Василий немножко здесь приврал. Самое главное на телевидении – это режиссер монтажа. Мало ли кто чего там наснимал, именно режиссер монтажа делает ту картинку, которую видит зритель. А не то, что ваши полтора часа, которые вы снимали. Екатерина скажет, что главный журналист или там ведущий, потому что, если она не дадаст вопросы, то ничего мы не снимем. На самом деле, я считаю, что главный телевидение, конечно, журналист. Именно он находит темы. Именно он ищет то, что мы будем освещать. Главный режиссер. Что это значит? У главного режиссера большие функции, но и большая ответственность. Все, что производит телекомпания, производит именно служба главного режиссера. Служба главного редактора ищет темы, журналист пишет текст и отдает текст, и уже начинается наша работа. Это звукорежиссеры, которые начитывают журналиста, начитывают текст. Это режиссер монтажа, который монтирует эти сюжеты, монтирует передачи. Это режиссеры павильона, которые выдают прямой эфир, которые пишут передачи. Поэтому служба главного режиссера – это те люди, которые и производят тот продукт конечный, который видят зрители. Вася, а случалось что-нибудь интересное на съемках или запоминающееся? Встречалось много, даже и как бы, вот мы Сергея Александровича, например, снимали в одной нефтяной компании, стояла жара, было там градов 35, наверное, на улице, а там по условиям, ну, у них свои техники безопасности, и надо было надевать на тебя, ну, куча одежды, киртовые сапоги, там, куртки, каски, и все на свете, и вот эти вот полчаса, которые мы там находили, это на улице было 35, то у нас внутри было градусов 50. Иногда интересен сам процесс, то есть, допустим, если люди со стороны, они, может быть, наблюдать, ну, там, строится школа, допустим, ну, строится она и строится, да, а вот я, например, помню, у нас тут был чемпионат мира, да, в свое время, и когда вот это все начиналось, ну, грубо говоря, он на лист стоял штырьком посредине поля, и говорил, вот это будет середина поля, да, а потом потепенно вот это начиналось там расти, 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 и потом появился аппетитный тридион, и мы вот это все снимали, да, или, например, вот сейчас у нас городские власти много строят социальных объектов, например, школа тоже вот стоит, там, пять домов, пустырь какой-то, и потом раз, приехала техника, там, пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы, раз, и стоит уже школа, идут дети, и это все видно, и это очень интересно. Сереж, а ты можешь вспомнить какие-нибудь забавные случаи в своей работе? Забавных случаев много, но, как бы, надо понимать, что любой забавный случай – это камень в наш огород, то есть, значит, где-то мы недоработали, поэтому мы стараемся это забывать, затирать, чтобы этого никто никогда не увидел, нигде это не всплыло, но случаи, конечно, были, их, конечно, много, Ну, самый вот запоминающийся, это когда мы начали выходить в прямой эфир, у нас была красная тумба, за которой стоял ведущий, а прямой эфир, ну, понимаете, что это такое? Ты забегаешь, особенно новостей, ты забегаешь за пять минут до эфира, успел отстроиться, камеру настроил, сюжеты выставил, и начинаешь идти в эфир. Иногда времени не хватает, и глаз замыливается, и уже все делаешь на автомате. А их эфиров в день, их у нас не один, их пять-семь и так далее, прямых эфиров. И помню, захожу я на прямой эфир, в три часа был прямой эфир новостей, в пять захожу, и смотрю, у меня оператор павильона смеется. Я не понимаю, что тут подозрительно. Смотрю на экран, у меня на стойке красной, перед стойкой, стоит огнетушитель. Ну, то есть такая вот шутка оператора, она красная стойка, красный огнетушитель. Я, честно говоря, не помню, был ли он в три, может быть, и был в эфире он в три часа. Ну, мы все были молоды тогда, да мы и сейчас молоды, мы любили посмеяться. Конечно, тогда я сильно ругался, но потом, да, это был смешной случай. Ты выходишь в новости, а у тебя на красной стойке стоит красный огнетушитель, сливается. Ну, наверное, весело где-то было тогда, да и сейчас тоже. Таких случаев много. Когда отваливается микрофон у ведущего, тоже приходится кому-то лезть и вытаскивать микрофон поближе к ведущему. Но мы стараемся об этом забывать, дабы никто это никогда не увидел, не услышал. Так помним что-то. А нравится ли вам ваша работа? Это общий вопрос. Конечно, нравится. Вот опять же, если бы не нравилось, хотя говорят, типа, ну, если ваше, там, любимое увлечение становится работой, то оно перестает быть любимым увлечением, на самом деле это все ерунда, потому что, ну, работа, вот работаем, работаем. Главное, что вот те люди, которые вот были, как бы сказать, ну, посторонними, получается, потому что поработают год-два и считают, что они такие крутые ребята, и там, раз, свалили. А когда вот эта вот работа идет? Потому что надо каждой съемке, ну, если я, как сказать, оператора находить, что-то, ну, интересное, в конце концов. Потому что, ну, включить камеру и стоять, и так смотреть, ну, тоже не подходит. Поэтому, конечно, нравится. Мне кажется, у нас лучшая работа. Мы первые узнаем все новости, мы делаем то, что смотрят зрители, и наш результат, он виден сразу. То есть, привезли, сняли, сделали, выдали. Вот он результат. Я менял и сферу телевидения, уходил в другие сферы, но все равно это манит. Телевидение, раз сюда попал, то это манит всю жизнь, и ты все равно сюда возвращаешься. Два раза я бросал телевидение, занимался абсолютно другими делами, но все равно возвращался на телевидение. Все равно это интересно, это весело, это коллектив. А телекомпания ГИС, это как дом, тут вообще люди уходят. Даже я уходил с телекомпанией ГИС, потом возвращаются, потом опять уходят, опять возвращаются. Я считаю, это нормально. То есть, человек должен расти, должен где-то что-то смотреть другое. Но все время хочется, домой же всегда хочется вернуться, так и на телекомпанию нашу всегда хочется вернуться. Поэтому мне нравится и телевидение, и телеканал «Самар ГИС». Работа у нас действительно очень интересная, но чем вы увлекаетесь в свободное время? Иногда работа занимает большую часть, и иногда просто хочется отдохнуть. Но так как я, допустим, все-таки инженер по первой твоей профессии, я иногда что-нибудь паяю, перепаиваю. У меня есть машина, а все автолюбители знают, что если есть машина, то это занятие всегда есть, особенно если она недостаточно новая. У меня машины нет, поэтому приходится искать какие-то другие пути развлечения. Мне нравится путешествовать. Многое впечатление. У нас в Самаре и в городе, и в области есть что посмотреть. Это и Ширяево, это и Жигулевск, и Чапаевск, Новокуйбышевск. Только в городе у нас в последнее время открыли. Ерик парк, прекрасный просто парк. То у нас здесь только можно месяца два ходить и смотреть разные достопримечательности. Вертолетка, которую открыли. Но скажу вот прямо, что я могу отдыхать только две недели. Все, через две недели меня уже тянет на работу. У меня уже вся семья знает, вот две недели больше не надо. Я уже начинаю нервничать. Я не говорю сейчас про телеканал Самара ГИС, на любую работу. Возвращаемся тогда к работе. 15 лет – это очень важная дата, но телеканал все же еще очень молод. Может, ты можешь поделиться с нашими зрителями планами на будущее? Да, телеканал Самара ГИС динамично развивающийся. Мы постоянно находим что-то новое, мы улучшаем те передачи, которые выходят уже. Придумываем постоянно что-то новое. Что-то выходит в эфир, что-то мы не получается. Но мы ищем, и, конечно же, наши зрители ждут новые интересные передачи. С твоей стороны хочу добавить, что так как у нас есть современное оборудование, у нас современные камеры, пытайтесь сказать, что на стандарт высокого качества мы перешли самыми первыми в Самаре. У нас есть квадрокоптеры, и камеры, и все на свете. И поэтому картинка будет отовсюду, внизу, сверху, под водой, под землей, где угодно. Так можете зрителей не переживать совершенно. Но вообще телеканал Самара ГИС, он же создавался 15 лет назад, тогда уже было новое, современное оборудование. И изначально на ГИСе работали всегда на одном из самых передовых оборудований. Я в Москве, бывало, приходил на телекомпании, там не было такого оборудования, какое было на ГИСе. Поэтому то, что нам 15 лет, с одной стороны, это, конечно, мы еще молоды, а с другой, это позволило уже изначально здесь работать на том, на чем работает вся современная телеиндустрия. Не было ли у вас никогда желания отправиться работать на федеральный уровень? Я-то там работал. Я на одном федеральном канале проработал практически 10 лет. Завершая там работу, я понял, что на самом деле это вот нет, ну как, есть утребление, так думают, вот там поехать в Москву. Может быть, там географии больше. Но если ты любишь свой город, а мы его любим все, добиться можно всегда. Я тоже в свое время посещал Москву, тоже когда-то там пытался уехать работать. Как раз я уходил с ГИС, уехал в Москву в свое время работать. Но меня хватило на неделю. Неинтересно. Вот неинтересно. И как-то тянет домой всегда. Тянет в Самару. Не знаю, мне кажется, здесь подобрались мы такие люди, да, которые любим город. Любим город, которым очень нравится наша Самара. Василий правильно сказал, что добиться можно и здесь. Вот Екатерина пришла к нам год назад после института, а сейчас уже ведет программу Афиша. Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу Афиша на телеканале Самара ГИС. Выдает в прямом эфире новости сотрудник службы главного режиссера. Мы хотим жить здесь и развивать наше телевидение, наш город, телеканал Самара ГИС. Мы все очень любим нашу Самару. В нашей студии сегодня были Василий Колдашов, главный оператор, и Сергей Бахарев, главный режиссер телеканала Самара ГИС. Спасибо большое, что пришли. Ты журналист, а мы же так... Да подожди, я думаю. Да ничего не думаю. Все, достаточно, там точку поставим. А я хотел добавить. Добавьте, Василий. Можно, да? Стоп, он говорит. Давай-давай, потом нарежем. Короче, зря я говорил, да? Я взялась и прослушала. Все, Катя, ступор впал. Все, давай прощалку. Пиши, это оставь просто, пусть будет. Стойте, 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 стойте. Переписываем.